Что сделано? Значит, на нынешний момент чистится левневка проспекта 12-го декабря. Сегодня Андрей Васильевич подходил с утра, смотрел, я там присутствовал, смотрел. То же самое практически выбирается мусор, грунт, лив и лив на уровне 30-20 сантиметров. Затрудненное, но плановое действие. Думаю, что в сроке до холодов основные уложенцы. А по трудах, мы с вами говорили, что у нас в этом году то же самое расчистить, нормальные ременки почистить. По трудах. Вот на нынешнем, на месте, сейчас, техника возле Шмидта работает. А, начинаем. На Шмидта, работаем по трудах. Плюс подключился универсал 2009, контролируем каждый день, выходим туда, активно работает Огош Васильевич. По реконструкции у него, он начался со стороны горы. Ну, я думаю, что труда будет в идеальном состоянии, но приведем. Хорошо, спасибо. Представьтесь. Катрич Николай Васильевич. Добрый день. Дякую за вами. Надо мне слово. Значит, працюемо на покажем обеспеченно плану складываемого по подготовке мереж Бердянско-минского районного техник мереж при работе осеннего зимового периода 2016-2017. Зараз працює бригада будівельників із Запоріжжя. На минулому тижні працює над ремонтом покрівель будівель РПТП. За плановану 19 покрівель. На минулому тижні відремонтували 10. На цьому тижні заплановано виконати 9. Значить, працюємо над замілей аварійних опор. По плану у нас заміна 62 опори на сьогоднішній день. 14 заміни. У нас сьогодні працюємо по вулиці Петровський шлях. Бувший калінина. Міняємо 6 опори з району 8-го виріза. Також працюємо над ремонтом кабельних лидий. У нас було на початок ремонтних компаній. Коли пройшли в короблення біля 14 кабельних ліній по 6-10 кВт. Зараз залишилося 5 працюємо. І працюємо над згновленням роботи основних живлячих кабельних ліній по 0-4 кВт. Ремонтовано на минулому тижні дві кабельні лінії на будинку Кирова 68 і Роспект Кровутарський – 210. Це перер. І в перспективі, значить, на радянських посів ми закінчили будівництво розвантажених под стацій, яка взято під набором. І на жовте місце заплановано у нас будівництво двох розвантажених под стацій. Пократимо на місце 6-104 піввоводжу ці району Слобода, півв Gurт, Львайська і ... Не відправило зробити. Робо зробити в плані. Сносим и обрезаем аварийные деревья. Ну не сносим, вы это слово не употребляете, что вы сносите. Убираем аварийные деревья и проводим омолаживающую обрезку. Это по улицам города, на придомовой территории. Работали мы на Диметрово-103, сейчас Диметрово-107 работаем. Работаем по школам. Это 20-я школа, 16-я школа, 6-я, 7-я, гимнадия номер 1, где мы уже были и выполнили работы. В садике не до конца, правда, мы выполнили. Это на транспортном мы там работали, было отключение, перевоз транспортный. Потом будем работать следующий у нас по плану, это на величайне. Также работали в горбольнице, это первый у нас заход был. Это вчера мы работали, но там не делали, тоже надо еще будет работать. Завтра работаем на дворце спорта. По 12 декабря. По 12 декабря мы сейчас приводим зеленую зону в порядок. То есть корни все убрали, зеленую зону проведем. И УКХ проведет конкурс по шелковицу, мы будем встать в шелковицу. Также мы гарантируем шелковицу. Дегарантируем. Дегарантируем, конечно, да. Ну, такую же, как и на той стороне. Вы видите, здесь картины мы сейчас сделали, вот, расставивали. Память о лете. Вот летом у нас были красивые места такие, чтобы не забывался. Это, Владимир Павлович, это мы вам отдаем, вот. Может кто-то будет приезжать, можно подарить. Отдаете или дарите? Отдать это надо вернуть это все. Через время. Возьмите, поскольку хорошие картины, вот видите, они все свои цветочки, все свои деревья, что высаживают, показывают. Это хорошо. Спасибо. Не иные, это сейчас же начали, сегодня начали работу по литмическим горкам. Это на улице Кольково. Сегодня начали работать. Хорошо, спасибо. Диагинин, Светлана Викторович. Сегодня основная задача у нас, это запитка оставшихся жилых домов. Мы идем в золотую практику, а у нас на следующий день 6 октября, то есть после завтра. Мы идем по графику, теплосеть, доставляем людей, даем запитку. У нас осталось 11 домов, из которых сегодня 2. Так что на 6 числа все дома будут запитаны. Естественно, возникают мелкие проблемы, как сгон, где-то на радиаторе, не вспомнили. Все не выполняются больших аварий, к слову Богу, на сегодняшний день. Все дома запитаны. Делаем, готовимся, уделяем больше внимания к ремонту крови, для того, чтобы, когда начнутся дожди и зимний период, когда невозможно, чтобы сегодня все эти работы потянуть. Помню, я докладывал, что у нас задолженность, не у нас задолженность, а у полнерго перед нами. Они нам все-таки выделили часть денег, прогасили часть долга. Мы выполнили свои обещания, мы приобрели 14 приборов учета нового поколения электронных счетчиков. Они прошли, ставшую господинку в Запорожье. Сегодня мы с этой недели начинаем их устанавливать, что позволит экономить на электронерке там, где их не было, или там, где они уже были, очень старые, еще советского поколения. Ну и последний вопрос, это мы продолжаем капитальный ремонт нашего дома, кровли, нашего дома Тенеска-67. У вас все? Да. Петр Петрович, еще вопрос. Ирина Васильевна, нету? Петр Петрович, да, приятно. Вот обращаясь к вам, к вам, сейчас мы начали встречи с жителями микрорайла. Вы мне докладываете, что 100% все варианты ваши предприятия, когда они живут на сезон. На встречах и вчера на приеме у меня люди задают вопрос о том, что ваши предприятия неправильно меня информируют. Мы вам передадим те дома и те подъезды, которые задают эти вопросы. Первое. Подвалы непроверены, сырые, не утеплены, не заметены те или иные приборы. Второе. Не утеплены двери, входные двери в подъездах. Поэтому я вас прошу, обратите на это внимание. Ирина Николаевна Плющик. Я вам поручаю подготовить распоряжение в состав ввести у ЖКХ и сделать выборочную проверку тех домов, на которых люди обращают внимание. Выборочную. Потому что мы полтысячи домов не сможем на авиитарных проверках. Ну, полтысячи не нужно. Те дома, которые обслуживают ЖКХ и коммунера. В обязательном порядке. Проверить. Действительно, это так. Поэтому я вас убедительно прошу, уважаемые руководители коммунальных предприятий. Еще раз обратите на это внимание. То, что мы с вами говорим и обещаем, должно быть сделано. Какие проблемы у вас, трудности возникают? Пожалуйста. Есть уже КХХ. Сейчас Ирина Николаевна Плющик на время болезни. Вымаршкатный Славикович исполняет обязанности функциональные и его. Поэтому обращайтесь и давайте вместе сделаем. Не давайте не обманывать наших жителей. Просто скажите, в том, в том, в том и в том доме сделанное не было сделано, не хватает средств или еще чего-то, что-то так. Но мы должны жителям навредить правду. Будем говорить правду, будут нам жители верить. Если мы будем врать, нам верить никто не будет. Присаживайтесь. Петр Петрович, пожалуйста. Подумаю, что у вас. Мы сейчас тоже, представляете, готовимся к осенним дневным периодам. Переобливаем технику грузовую. Переобливается кубово сева для содержания земного содержания на дворовых дорогах. Разводим их по месту, где дворники находятся, чтобы можно было производить посыпку. По запитке. Верхняя часть у нас 100% запитана. Остался лишний. Центр города и колонии. Сроки у вас для экологии 6-го числа. 6-го числа они все будут запитаны. Поэтому они идут по графику. И как теплосить. Ну, месяц теплосить, и гамара. Что касается остекления. Стекло закушено. И потому что раньше стеклиц, высланит, его люди все равно их открывают. Я вручу утепление. Я имел в виду не только остекление и так далее. А утепление подъездов, смотреть подвалы, посмотреть еще раз, где вы служите. Потому что вы знаете, что если там где сырость, большая сырость, и где водичка, там хороший мороз ударяет, и у нас там будут проблемы. Поэтому я на это вращаю вас. Нижняя часть, она вся сейчас начинает все ноги, подклады войти. Из-за того, что мы там допускаем какие-то... Посмотрите, комеджитл Северный здраво. Егемец, вы обслуживаете, я шучу, чем-то 13-го. Посмотрите, зайдите в первый подъезд, и второй. Это не из-за того, что я там живу, а из-за того, что это сделано было весной и летом этого года. Там сухо, там порядочек. Может быть, показательные сделали, может, что мы там иногда в подвал спускаемся смотрим. Но это сделано. Вот я еще вам говорю, присаживайтесь. У вас все дает? Я прошу, я вас умедительно прошу, обратите внимание. Недоработка наша, у нас будет горе зимой. Потом люди нам это не просят. Просто-напросто. Прошу вас, присаживайтесь. Юрий Анатольевич, были у нас гости, что я вам благодарю? Были. Были? Ну и что? Уехали довольны. Мы ехали довольны? Клава Богу. Значит, все нормально у нас подготовлено к адаптитарной системе, сезонной теплосеть. Удавайте время, так? Старайтесь. Нет, обратно, я как скажу, так стараемся, или пытаемся. Средства массовой информации и крича Чеброй уже пообещал. Поэтому аккуратно выйти к этим вопросам относитесь. Предскажитесь. Валерий Григорьевич, что у нас по водоканалу? Те проценты, которые мы не были готовы на 66, на 77, как у нас в продвижении сейчас идет? Ну, по подготовке к зиме нет никаких сомнений, что мы все выполним. Мы дали новые цифры с учет того, что мы выполняли работу и вышли на 98 процентов. Осталось в микроволе и мы все планово что-то делаем, выполняем. Что касается следующей работы, оперативно устраняем все аварии. Есть план месяца в октябре, где учтены те все замечания депутатства, корпуса и населения. Мы там улицы Мира и по поселу Салютово, Мудын, всех объектов. Также планово берем три улицы. Бюджетные средства заплатили материалы. Это проспект Азовский от собою для коммунаров Нахимова, Лиски и Смоленская РТС. В этом месте должно быть провести на этих улицах или частично или полностью до пробоваться. Ну, остальное вручье, порядок. Спасибо. У нас и божество есть у него? На встрече на мигмаре у меня снова был дедушка пожилой по адресу Степаненса 9-3-2. Там, где канализацию вырезали, делали его канализацию, пришлось дерево на миссию. Да, да. И там можно на него внимание обратить, потому что дедушка такой, конечно, пожилой достаточно и переживает, что его канализацию друзья ему не закроют. все было устроено, все дадим как положено. Вы дадимы? Нет. Еще вопрос. Еще вопрос. Нет, вырежу. Единственное коммунальное предприятие, которое в суд присяжный не отдало ни одного человека. У нас что, проблемы в среднем? Да не знаю, мы давали, чтобы мы... Да, ну как давали. Мне сказали, что роботоканал категорически отказался. Там у нас на рынке тоже некого поставить, но они вроде бы вчера все закрыли. Так, Анатолий Михайлович? Да. Прошу вас, посмотрите, там от нее сдались вы, в связи. Я вас прошу, посмотрите, но у меня сведения не такие. Надеюсь, она так важна. Так, хорошо. Я попрошу обратить внимание наших руководителей и коммунальных предприятий. К нам ходят очень много, выступают здесь перед нами наши банки, которые хотят, чтобы то или иное предприятие перешло к ним, у них лучшие условия и так далее. Поэтому вы не отмахиваетесь от этих людей, от банков. Вы должны выбрать банк на обслуживание, удобный для ваших людей. И этот банк должен иметь очень хорошие условия предоставлять вам. Как пример, не буду называть банки. Некоторые наши предприятия все-таки стоят на своем, он как по старинке, да? Но буду называть к примеру банк, которого не существует, который был когда-то. Банк Украина, да? Он дает одни условия, а другой наш банк дает другие. Но все остаются все-таки в банке Украины. А в другом условия совсем имея и лучшее. Вот как, к примеру, по ежемесячной обонплате. Один банк дает 30 гривен, другой банк дает 100 гривен, и главный бухгалтера коммунального предприятия говорит, а нам все равно, потому что это деньги бюджетные, мы с этим банком уже давно работаем, мы остаемся там, где обонплата 100 гривен. Уважаемые водители, я вам повторяю, мы проверим у вас и эти вопросы. Как вы работаете с банком, и вы должны, повторяю, выбрать самый оптимальный банк для работы. Самый оптимальный банк для работы. Не нужно думать о том, что бюджетные организации или коммунальные предприятия, которые работают на бюджетных средствах, вам будет все назволено. Вы выбираете тот банк, который показывает очень хорошие для вас условия. Я не говорю о каком банке. Право выбора банков зависит от вас, но вы должны знать, что бюджетные деньги должны быть экономными, а не только думал Чембурной и его команда за эти бюджетные средства. Вопросы, пожалуйста? Нет? Всем спорны. Я прошу прощения, пожалуйста. Минуты можно? Да, конечно. Уважаемый Владимир Павлович, уважаемые присутствующие, друзья Алексеевич, вместителям хотелось бы сделать маленькое обращение с этой предприятиями. Уважаемые бельянцы, если ваш дом, дом ваших знакомых или родственников поспечалось горе, и у вас возникла необходимость воспользоваться услугами нашего предприятия, это ритуал, хотелось бы выполнить их максимально качественно и профессионально. Во избежание всевозможных инсинуаций, кривотолков, дезинформации, а главное, во избежание коррупционной составляющей данного вопроса, просьба обращаться по телефону 471-81 или 2038. В течение недели они будут настроены как круглосуточные для получения полной исчерплочной информации и поддержки решения вашего вопроса. Также в преддверии осенне-зимнего периода хотелось бы обратить ваше внимание на состояние мест захоронения ваших родственников, знакомых или других, а именно наведение порядка на могилах прилегающей территории, смокирование мусора в специальных пледенных местах и недопущение свалок и ингрессий короб. В случае, если у вас не представляется возможным навести порядок на местах захоронения, наше предприятие окажет вам данную услугу в назначенные два места согласны ресуранту и перечню оказываемых услуг. Основной задачей в работе нашего предприятия коммунального рекламы считаю работу направленную на создание и поддержание положительного имиджа команды и на благо громады. А положительный имидж и оценка возможны при прозрачности в работе, во внимании проблемам и их решениям. Давайте вместе пристойно и с уважением относиться к памяти и последнему месту представления наших родных и местных. Это нужно не умершим, это нужно живым. Спасибо за внимание. Спасибо. Еще, пожалуйста, спасибо. Вопросы есть, объявления, замечания. Нет, всем спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...